Ассаляму алейкум ва рахматуллахи уа баракатух, дорогие братья и сестры. Мы рады приветствовать всех жителей нашей необъятной страны в канун самого лучшего месяца, самого благодатного месяца, в котором меняются судьбы. Месяц, который заставляет всех нас плакать. Месяц, который заставляет нас становиться лучше. Это священный месяц Рамадан. Добро пожаловать, дорогие телезрители, в прямой эфир программы Мангес де Маселе. Сегодня мы поговорим о преддверии Рамадана с замечательными и достопочтенными гостями нашей студии. И у нас сегодня в гостях Хайр Гельде Руслан Булатулла, наибы мам нашей центральной мечети города Алматы, и Жангенхан Аблайулла, доктор медицинских наук, профессор, врач-эндокринолог высшей категории. Ну, действительно, Рамадан к нам приходит каждый год, аль-хамдули-ля. То есть, ну и время пролетает очень незаметно, да? Вот и подступил Рамадан. Руслан, расскажите, пожалуйста, нам, что такое Рамадан? Почему Рамадан? Почему именно в этот месяц мы постимся? И как его провести лучше? Ну, во-первых, за Заленсию Вяческого Аллаха я бы хотел искренне поздравить всех мусульман нашей страны с этим священным, добрым, светлым праздником, месяцем Рамадан. Я бы хотел обратиться к нашим телезрителям и вспомнить последний месяц Рамадан, то есть прошлогодний месяц Рамадан. Всегда, в принципе, я этот пример перевожу. Почему? Потому что действительно это очень важно. Вот вспомните последний Рамадан, то есть прошлогодний Рамадан, как он заканчивался, как вы провели этот месяц, и когда он уже действительно заканчивается в последние дни, у вас появляется чувство привязанности, вы не хотите, чтобы этот месяц заканчивался. И можно сказать, это подобно тому, что как будто бы ваш самый близкий друг, можно сказать, родственник, уехал очень далеко на год, и вы знаете, что ваша встреча с ним произойдет только ровно через год. И вы с такими чувствами расстаетесь, провожаете его, и знаете, что ваша встреча будет ровно через год, и вы к следующей вашей встрече, соответственно, готовитесь, ждете его. И точно так же священный месяц Рамадан. Вспомните тот момент, когда он заканчивался, последний коллективный намаз вторых, когда уже Хатам, Куран заканчивался. Чувство единства, да? Чувство единства, правильно говорите. Можно единственное, действительно, можно на тот момент ощутить то, что действительно ощущали с подвижниками, что ощущал пророк Мухаммад, али-всалям, не зря они плакали в этом последнем намазе. И вот это все можно действительно ощутить в этом последнем намазе, вторых, в последнем дне месяца Рамадан. Вот во Всевышний Аллаху Тааля. В Куране говорит, да, получается, о Рамадане, в хусуре он говорит о Рамадане. Да, мы это знаем. В суре Таил-Бахра, Всевышний Аллах говорит, шахр Рамадан, аль-лядиму залифихи, аль-кур'ан. То есть, шахр Рамадан, в месяц Рамадан, Всевышний Аллах нам не спосыл священный месяц, благословенный месяц Рамадан. То есть, есть определенное время, когда мы посетимся, да? Да, 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 определенное время, в месяц Рамадан. И я действительно хочу искренне поздравить, что и надо благодарить Всевышний Аллах, что, аль-хамдул-ляд, мы все-таки дожили до этого времени, что Всевышний Аллах даровал нам этот месяц Рамадан. И по мере возможности нужно, конечно, соблюдать месяц Рамадан, соблюдать пост. И, как сказал пророк Саллах, в алей-весалям, кто встретит священный месяц Рамадан, то есть, у него больше других причин нету, то есть, здоровый человек, все ему позволяет держать пост. И если этот человек будет держать пост, то Всевышний Аллах наградит его сам. Как Всевышний Худси Хадис Всевышний Аллах сказал, все деяния сыновей Адама только для него, а Священный пост, Рамадан, награды от поста, Всевышний Аллах одарит его сам. И сам Аллаху Таля одарит своего раба, который постился в месяц Рамадан, подарком. Подарком, ради Всевышнего Аллаху. И только Всевышний Аллаху Таля знает об этом подарком. И, конечно, только Всевышний Аллах знает награды Священными в месяц Рамадан, и это все сокровенные вещи. Жанн Аблаевич, вот вспомните, пожалуйста, то время, как вы впервые постились. То есть, что вас натолкнуло на пост? Что изменилось в вашей жизни, в корне? Восемнадцатый год буду держать. Машаллах, восемнадцать лет. Первый раз я его держал, когда мне 50 лет исполнился. И тогда мне отец говорил, не пора ли тебе читать намаз истоком нашей религии вернуться. И неожиданно это для меня был, такое событие в моей жизни. Моего двородного брата, он зовут его Адельбек, он с детства слепой. И он женился, ну, родственники нашли им невесту, и они хотели иметь детей. Восемнадцать лет они жили без детей, и каждый раз, как врача, профессор ко мне обращается, нам ребенка нужно. И это... Ну, каждый год я ложу их в больницу, и обследуемся, и последний раз, когда пришли института кушерства и гинекологии, мне сказали, Жанна Блажевна, зачем им нужен ребенок? И как они будут воспитывать? Я оттуда вышел, ну, было отказано лечение. Оттуда вышел, не знаю, что сказать им. Я им говорю, ну, директор института, профессор сказал, что вы вылечились. Лучше вы попросите Всевышнего. Аллаха сказали и это. Знаете, я, к сожалению, вынужден был, как сказать, обмануть или нет. Нет, оказался, что Всевышний Аллах слышал. Через восемнадцать лет родился девушка, Сагнаш, его назвали. С того времени у меня психология поменялась. Как мы не смогли помочь? А Всевышний помог. Родился через восемнадцать лет, ребенок появился. Долг жданный. Это корни мне поменял. Я с того года решил читать намаз. Паститься, читать намаз. Мы проводили исследования врачей эндокринолы турецкого мира. В городе Наушахер все ученые из разных стран, которые держат уроза, мы должны были прийти единым консенсусом решать, кому держать уроза и кому противопоказанное. Это из Турции, Узбекистана, со всех мусульских стран. То есть, съезд, да? Да, мы собрались, и каждому было дано задание у себя на стороне провести исследование. Мы тоже профессором Ушапаевым, моим учеником проводили мы такое исследование. Во время Рамадана больных с сахарным диабетом исследовали до Рамадана. И после? После. Какой эффект? Что изменилось? Да, что изменились? Именно которые отвечающие за стрессовые гормоны. Там кортизол, катахоланомины, инсулин, которые ответственны за сахарный диабет. Что показало нам? Что и такие же аналогичные исследования, позже проводился американ в Америке и Сауды провели. Показали, что действительно первым типом сахарного диабета противопоказано. Потому, что они после инсулина должны покушать. То есть, инсулинозависимые. Инсулинозависимые. Правильно вы говорите. Инсулинозависимый сахарный. А вот вторым типом сахарного диабета уроза показано. Почему? Потому, что там принимают сейчас настолько есть препараты, которые принимают один раз в сутки. Это можно принять. И все в течение 24-36 часов это действует. И именно благополучно и благоприятно действует на обмен вещества, которые мы с вами обсуждали, когда обсуждали сахарный диабет. Поэтому второй тип, если нет инфаркта, если нет другие противоинсулты, если не перенес, вторым типом можно поститься и держать урозу. Ну, контролировать уровень глюкозы, крови можно. Еще кому противопоказано. Американцы интересные исследования проводили молодых мамашек, которых грудью кормят и беременности имеющие, которые живущие в Нью-Йоркском штате обследовали, провели гормональные исследования, полный пакет гормональных исследований, как показал, что кормящим матерям противопоказано. Потому что хотя временный пост, не будем назвать голодание пост, как оно есть, и голодание, которые право влияние исследования, снижается уровень гормона пролактина. Пролактин это ответственные лактации, выделение молока. У матери пропадает молоко, а ребенку нужно молоко. Конечно. Поэтому Всевышний Аллах сказал беременным освободиться. Вот мы можем все, Жанн Абалаевич, все ваши слова сейчас подтвердить аятами, да? Из Курана. Я хочу подтвердить слова нашего Ага, что действительно Всевышний Аллах облегчил нам во время Рамадана путникам. Всевышний Аллах в Куране сказал Кутиба Алейкум Алейкум Аману Ас-Сау Азабиллах Кутиба Алейкум Ас-Саям Камак Ути Алейкум 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 Тат-Тан Ути, которые веровали поистине пост предписан вам обязательным как для тех, которые жили до вас и для них тоже было обязательным. То есть те люди, которые жили до нас это может миллион или тысяч лет до нас для них тоже был пост обязательным и для нас тоже обязательным. Но те, кто и в Хадисии, и ученые нам это все разъяснили, все разъяснили, то, что беременные женщины и люди в преклонном возрасте, также кто находится в пути, также кто болеет, больной человек, всем им разрешается пост не держать. Ну, а также здесь я хотел сказать, что если действительно люди в преклонном возрасте, как наши бабушки Аташки испокон не веков, а вот уже с давних времен держат пост, но все-таки они хотят держать пост, психологически на это настроены и как бы не хотят прерывать пост, то им мы в принципе запретить не можем, потому что я вот много таких примеров знаю, много таких людей знаю, даже моя родная бабушка, вот ей сколько, 85 лет, и она вот уже очень много давно, сколько я помню сам держит пост, и и врачи, можно сказать, и все родственники, и мы все запрещали то, что пост не держать, она может ослабить для организма все это вредно и так далее, но она как-то вот сама психологически к этому настраивается, и пост Раджа, пост Шабан, и священный месяц Рамадана, она вот как-то психологически сама настраивается и, конечно, делает дуа, просит у Вишни Аллаха, чтобы Аллаха дарила ей силы, и вот по воле Вишни Аллаха она вот продолжает держит пост, и вот буквально вот помните, Шабан Раджаб, она тоже держала по 8 дней, неделю держала, и по воле Вишни Аллаха сейчас месяц Рамадан тоже нумерировается держать пост, 85 лет и это только один пример, здоровье вашей бабушке и это только один пример, таких бабушек дедушек много, богобоязин я имею ввиду, вроде им облегчил не держать пост, не разрешает, но они как-то психологически сами настраиваются, ну конечно посредством дуа тоже дуа делает и Аллах им облегчает держит пост, вот таким людям в принципе запрещать тоже нельзя, почему они этим как-то они духовно, то есть это у них в сердце это у них в сердце заложено из давних времен и им тоже запретить этого нельзя, вот, а всем остальным пост обязательно никто другу не освобождать, как православа сказал в хадисе, то есть если вы встретили пост, то есть у вас нет рухса, то есть это не беременная женщина, это не путник, это не больной человек, это не человек в преклонном возрасте, и если он не держит пост, не держит пост, то после того, как пост рамадан священный месяц заканчивается, то после этого, если он даже всю оставшуюся свою жизнь проведет в соблюдении поста, и он ни за что никаким образом не сможет не может восполнить тот день, который он пропустил, то есть священный Аллах не даст ему такую награду, за который тот день, который он просто за один день пропустил, он компенсировать не сможет тот день, который пропустил, понимаете, и здесь хочется сказать, что здесь Порок Салава говорит за один день только, то есть, если человек просто без причин никаких пропустил один день, и не сможет компенсировать компенсировать тот день, если даже всю оставшую жизнь продержит пост, то что можно сказать о тех людях, которые вообще не знают, что такое пост, что такое Рамадан, что такое отечение, что такое ради Всевышнего Аллаха, отречься от чего, от питья, от еды, от сквернословия, от засловия, все от этого, то есть, никакого отношения к Рамадану не имеют, не знают, что можно говорить о таких людях, исходя из этого хадиса мы можем уже сами понимать, поэтому ничего страшного в этом нету, 20-18 часов говорить ради Всевышнего Аллаха, я думаю, это несложно, поэтому призываю всех держать пост, ощутить вот эти моменты, как-то мы знаем в хадисе, что как-то порок с Аллахом пришел один из подвижников и спрашивает, вот посланник Аллаха, прикажи мне одно действие, посредством которым я бы мог попасть в рай, говорит, и посланник ему приказывает держать пост, он держит пост, через некоторое время он снова приходит и повторяет свой вопрос, правок с Аллахом ему повторяет, говорит, держи пост, почему, потому что ты сможешь, ты ощутишь чувство голода, и на самом деле, исходя из этого, мы должны понимать, что тот человек, который голодает, может понять положение бедных людей, положение голодающих людей, и поэтому одна из мудрости священного месяца Рамадана тоже она лежит здесь, тот человек, который ну 18 часов, 20 часов голодать, это в принципе человек ощущает чувство голода, поэтому все мы тогда, только тогда мы можем понять положение бедных людей, положение тех людей, которые часто голодают, одна из мудрости священного Рамадана они скажем в положении, можно ли им после положения, после того, как они родят, держать пост, восполнить его, или все-таки можно оставить пост и не держать его? Нет, пост нужно восполнять, после того, как ребенок родится, пост нужно восполнять, есть такой момент, что тонкости у нас есть зимние периоды, зимние периоды, знаете, короткие, и для женщин тоже возможность, это очень удобно, это возможность, можно в это время восполнить день через день, можно неделю, несколько раз, как раз соблюдать сумму в понедельник, в четверг, это будет восполнение Рамадана, это будет оживление суммы. То самое главное, нужно воспользоваться этим временем, понимаете? Да, Жанн Облаевич, продолжите свою мысль. Мо заключение, Руслан, который сказал, с точки зрения медицины, с возрастом вся энергия уходит на пищеварение, каждая пища, которую мы принимаем, требует определенной энергозатраты, а с возрастом энергозатрата уходит на пищеварение, поэтому ослабляется организм. Здесь есть возможность отдохнуть нашему желудку, головному мозгу, зрению, нервной системе, поэтому здесь очень благоприятный период, который для организма отдохнуть. Во время уразы мы спешим на Тараух, и это родственники приглашают на Аузашар. Я всегда говорю, мои родственники милые, я не могу один день пропустить Тарауха, давайте мы отложим чуть-чуть к этому, а туда приходишь, знаете, бараны, казахарта, все, что, это все энергозатратные, поэтому, как врач, я бы рекомендовал легкие пищи, которые меньше энергетические затраты требуют, требуют, это очень важно, и человеческий организм обновляется, обновляется именно в организме, американские ученые доказали, что происходит явление афавтоза, что такое афавтоз? Это старые клетки, они умирают сами, афавтоз, некротическим способом, они оттергаются и растают новые клетки, это омолаживание в организме, вот это омолаживание во время урозы наблюдали крупные ученые мира, поэтому во время урозы происходит омоложение организма, восстановление функции, и некоторые органы отдыхают, поэтому к вечеру загружать желудок тоже не стоит, в этот период благоприятно для здоровья, иммунная система восстанавливается, теперь очень интересные исследования провели ученые сауды, оказывается, интересный факт, мы же лечим у женщин бесплодие, бесплодие, во время урозы оказывается уровень гормона, который ответственный, особенно повышенный пролактин, который не дают забеременеть и наступает женское бесплодие, во время урозы уровень пролактина снижается, и женщина, которая держала уроза, после урозы забеременеет, это доказано, опубликовано и есть, вот я забыл, что журналисты здравоохранения Казахстана, я с автором опубликовал эту работу, и в этом обзоре я приводил это, и я наблюдаю это, и второе, что мужчина, который держал урозу, после урозы три дня идет уровень гормона тестостерона сниженный, и с четвертого дня, знаете, идет плеск мужского гормона, и длительный, это говорит о том, что после урозы им будущая мама, будущий отец готов к зачатию ребенка полноценного как ни бери со всех сторон, со всех сторон, то есть и духовно, и скажем, со стороны медицины тоже, все доказано, все есть, доказано, сейчас наука быстро развивается, в ногу со временем, в ногу со временем, исследуется именно в мусульманских странах, и Соединенных Штатах, и прежде чем прийти, я готовился исследованием с такими работами, и я был поражен о том, что можно, не подвергая, который про лактином и снижали же, таблетки давали снижать, химическим препаратом подавляли, чтобы происходило зачатие со стороны материнского организм был готовым, оказывается, уроза естественно готовы, естественным путем, вот это мне поразило. Поэтому побольше времени нужно уделять именно не себе, а Всевышнему Аллаху, именно в этот месяц Рамадан, так как, ну, действительно, он бывает и приходит к нам раз в год, поэтому мы должны делать дуа, просить у Аллаха, дуа – это крепость мусульманина, Руслан Вулатулла, расскажите, пожалуйста, нам о дуа, какие дуа должен делать каждый из нас, каждый мусульманин в месяц Рамадан, так как в месяц Рамадан все наши дуа, все наши мольбы, иншалла, принимаются. Ну, опять же, в подтверждении слов нашего Аара, я бы хотел еще сказать, что действительно, как Аллах в следующем сказал в Коране, то, что мы делаем благое, это, опять же, для самих нас, если мы что-то делаем грешно, это, опять же, во вред самим себе, нам. И вот, опять же, священный месяц Рамадан один раз в год только приходит, и, как уже Аарас сколько что сказал, действительно, организм очищается, организм отдыхает. Ну, вы представьте себе, вот, 24 часа ваш желудок, все организмы работают, не отдыхают, и целый год оно вот так продолжается, и, аль-хамдад один раз в год вы держите пост, и организм действительно отдыхает. И, как мы знаем, в священный месяц Рамадан принимает дуга, самая необходимая дуга, я думаю, самая необходимая дуга, это мы должны делать за своих близких, родственников, за нашу страну, за всех людей, чтобы наставил их на прямой путь. И, как мы знаем, если человек встанет на прямой путь, и посредством вас, то есть, если вы стали причиной, что человек пришел в прямой путь, то ваша награда тоже будет не мимоверной, иншалу. Поэтому, самая главная дуга, то, чтобы Аллах, конечно, принял пост, принял все ваши боги и деяния в месяц Рамадан, и, конечно, побольше дать за своих родственников, близких, чтобы Всевышний поставил их на прямой путь. Альхамдуллях, действительно, в этот Рамадан можно заработать столько савапов, о которых нам неизвестно, Аллаху тааля саму готовит нам награды, иншалу, мы в это верим. И вот, действительно, если мы, хотелось бы поговорить сейчас о садака, насколько оно важно. В Рамадан увеличивается любой савап, любое деяние, сделанное нами, благое деяние, оно увеличивается. Поэтому вот, ну, в основном, в этот месяц уже готовятся люди, у кого есть возможности, готовят свои финансовые ресурсы для того, чтобы делать побольше садака. Расскажите нам о фитр садака. Ведь многие не знают, что такое фитр садака, как он раздается, для чего он делается, в какое время его дают в мечеть, в мечеть ли давать, или, я не знаю, пойти в магазин, купить на вот энную сумму определенную продуктов питания, малоимущим, Руслан. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Ну, как сказал священный хадис Всевышний Аллах, то есть, за пост я сам вознам священный Аллах, сказал священным хадисом. То есть, опять же, мы здесь награду, какую Всевышний Аллах нам уготовил, не знаем, но мы знаем одно, она будет очень, великая, немимоверная, очень большая она будет. Опять же, Пророк Саллах сказал в хадисе, то, что Пророк Саллах сказал, каждое доброе деяние, благое деяние в месяц Рамадан, оно будет увеличиваться от 10 до 700 раз, Пророк Саллах сказал. Маше Аллах. Это тоже очень великая, большая возможность, это милость Аллаха, надо побольше, как вы говорите, давать садаха. Что касается садаха фейтр за каждого человека в семье. Это, раньше это давали крупой, поэтому заменить это можно и деньгами, то есть садаха фейтр, закат, это все можно заменить деньгами. Если вы знаете таких людей, которые нуждаются, просто отнесите им деньгами. Если это будет превышать количество суммы, которые у вас в семье люди находятся, то это, если это будет превышать, то это не страшно, это только лучше будет. Альхамдуля, еще больше салапов. Это больше салапов, да. Иншалла, отвезти деньгами, отнеси деньгами, и они сами выберут, что им нужно. Если вы хотите дать больше, это будет только лучше, это только будет хорошо. И не обязательно давать это мечеть. Если вы знаете таких людей, которые нуждаются, которые голодают, малоимущие, где детей много и так далее, можете отнести к ним деньгами побольше, и они, иншалла, сами выберут, что им купить. Если таких, так или иначе, таких людей у вас нету, знакомых и так далее, можете это принести мечеть, положить в урну, иншалла, и все. Аллах, иншалла. Но вот еще если о Фитре говорить, в какое время лучше давать? В начале Рамадана или в конце? Ученые ислама нам разрешают это в период Рамадана давать, но в Сунни пришло то, что в последний день, и до, самое главное, мы должны понимать, что нам дается время до Айт-Намаза. Айт-Намаза, да. То есть, до Айт-Намаза, от начала Рамадана до конца, то есть, до Айт-Намаза у нас есть еще время. То есть, человек, если принес после Айт-Намаза, это уже не принимается. Если он хочет, это будет просто садаха, но Фитр остается. То есть, он не успел дать Фитр. У него время до Айт-Намаза. Поэтому, всякое, может, человек может не успеть, может быть, как что-то у него, работа, сидит с работой, или так далее, может просто не успеть, поэтому, конечно, лучше, месяц Рамадана, в период месяца Рамадана, хоть в начале, хоть в середине, отдать садаха, Айт-Намаза, и иншаллах, Аллах, надеюсь, иншаллах примет. Но, если человек все равно хочет согласно с Унной сделать, он может в последний день оставить и до Айт-Намаза Жанн Аблаевич, ну вот, действительно, великий священный день для всех нас, для мусульман, да, Рамадан, как вы проводите время с семьей, что вы говорите своим детям, ведь дети, это же наше продолжение, ведь дети, они же будут копировать нас, например, тот же самый сын своего отца, дочь свою мать, да, как вы наставляете своих детей именно в этот священный месяц для мусульман? Такой разговор сегодня утром состоялся. В нашей семье внучка Карина всегда на завтрак опаздывает, и это, я говорю, Карина, скоро будет Роза, скоро Рамадан, давай поменяемся, семья есть семья, мы должны полный во время утреного завтрака обсудить сегодняшний день, что мы должны делать, кто, куда должны пойти, и это. Сыну 10 лет, он научился намаз, но я надеюсь, что в этом году 13 лет, ему он будет со мной поститься, он психологически уже готово. вот я хотел здесь сказать один важный вопрос, как врач совет мой, жаркое время это, поэтому первое, что надо всем ходить головным убором, независимо от женщин, подростков, детей, потому что очень жаркий период времени в организме происходит обезбоживание во время, а пить не можем, в день человеческому организму 2,5 литра воды нужны. Необходимо. Необходимо. Чистой воды, не считая чай, кофе. Да, без этого. Поэтому будет жаркий период времени, я бы посоветовал несколько такой жизненный пример. Воды, которые вы потратили, надо восстановить. Восполнить. Восполнить. Но это нужно делать простой воды, утром встал, перед перед сухуром. Да. Обязательно выпить воды. И вечером. Общие сложности в пределах 2 литров. Это важно. Для чего организм всегда говорит, оказывается, в организме 80% из воды состоит. Это символически. Вода это источник жизни. Так как человек состоит из 80% воды. воды. Поэтому его восстанавливать нужно. Поэтому я бы сказал, в первую очередь, уметь надо культуре питья во время урозы знать. Чтобы не обезвоживать организм. Первый. Второй не получить солнечные удары. Это очень важно. Пастит уроза, на работу ходит, и жарко. Поэтому нужно обязательно носить шляпу. И женщины платки носит. Это спасает от обезбоживания, во-первых, и спасает от солнечного удара. Ослабленный иногда организм бывает. Особенно первый период, первые три-десять дней в разы. А потом уже пойдет адаптироваться организм. мой. Смотрите, Жан Аблаевич, давайте тогда вы расскажете о том, как человек мусульманин, тот, кто постится, должен соблюдать, скажем, культуру приема пищи. Начиная от сухура и до времени разговления. До Аузашара. До Аузашара. Вот как раз это очень важный момент. Мы в начале передачи я сказал своим братьям мусульманам и близким своим. Давайте отложим Аузашары и это во время разы. Это один из моих просьб, который как врача. Отложим мясо? Да. Все мясное отложили, оставили овощи, фрукты? Овощи, фрукты и сухофрукты, которые нужны, и калий содержащие есть тот же узюм, и виноград, и это вполне фурма, и воды. Это должно быть достаточно. Это очень важно. Достаточно и жидких супы. Вот смотрите, получается на сухур мы встали, аль-хамду-ля, времени еще остается немножко. Мы перекусили супчиком, запили это все водой, немножко сухофруктами, нормально. Уже. Все, и уже закрыли рот, все, приготовили себя, вознамерились, теперь мы все целый день работаем, кто где, кто на работе, кто в офисе, кто на улице. Теперь наступает время разговора. Вот что мы должны делать? Прийти прямо в кафе, зайти и сказать, подайте мне второе, первое, второе, чай, соки. Или как мы должны все это сделать? Во время Ауза Шара уже после Азана уже рекомендует воды попить и курму. Да, курму. Вот здесь воды попить не зря сказано. Это восстановление баланса, водного баланса. Хотя вот такой, а это ограничивает сразу же водяной баланс, электролитный обмен восстанавливается. В организме человека. Да, в организме. И дальше, как всегда, стакан воды надо выпить. Потом дальше процедуры, что мы говорили, легкое питание, супы, жидкости и другие. И очень важно перед уроза необходимо пройти обследование. Это нетрудно. Снять электрокардиограмму. Почему? Когда происходит обезвоживание организма, сгущается кровь. Есть тромбоопасность. Тромбоопасность со стороны могут привести инфаркту, инсульту. Поэтому желательно пройти я каждую пятницу сделать анализы. Каждую пятницу принимаю я всех желающих, которые ко мне если приедете, я всегда приемлю. Ташкентская 55 клиника внутренних болезней города Алматы. Жангенхан Облаевич обязательно примет вас. Приходите. перед урозой вот эти дни могу проконсультировать, посоветовать, если есть противопоказания, сказать, лучше вам не держать, если есть возможности и это. Многие спрашивают еще как раз это вопросы. А у меня язва желудка держать после или нет. Вот самые такие тонкие вопросы. Я хочу сказать, язву желудка мы провели обследование до, после эндоскопической обследования делали. во время урозы кислотность не повышается. Это подтвердили американские ученые Калифорний университета, подтвердили, что обследовали до и после кислотность не повышается. Язва рассасывается? Язва закрывается. Поэтому не боясь можно держать. Это последние научные исследования, поэтому я всегда говорю, наоборот кислотность организма уменьшается, есть возможность именно заживления раны в желудке. Это полезно. Яд не загружается и не травмируется. Поэтому не бойтесь, если есть эрозия, есть язва, можно держать. Руслан Булатулов, смотрите, получается мы все-таки вот уже подкрались, дошли до тоже очень важного, одного из важных поклонений это до второвых намаза. Действительно, на второвых намазе плакал сам правок салву алейхи вассалям. То есть действительно каждый мусульманин пропустил через себя этот намаз, я уверен, потому что каждый год, когда ты видишь толпы людей в мечетях, мечеть просто забивается, сердце просто содрогается, ты чувствуешь единство, единение и единство. Расскажите нам, пожалуйста, о тарових намазе, как его совершать, как совершал его пророк саллиллаху алейхи вассалли. Опять же, во-первых, мы должны знать, что это за намаз, что такое, это опять же приходит только один раз в год, и не зря его назвали тарових, то есть это исходит от арабского глагола то есть наслаждение то есть истинный верующий человек мусульман должен наслаждаться этим намазом действительно он должен ощущать немомеверные такие ощущения от этого намаза как не зря его назвал тарових то есть человек в этом намазе должен отдыхать наслаждаться и ощущать все вот эти моменты как читается куран как он начинается как он заканчивается и делает дуа и так далее это такой намаз который приходит только один раз в год и вы не знаете до следующего рамадана будете вы живы до следующего рамадана дозволить вам дожить до этого времени буквально кто кто дожил до рамадана до таровиха то есть это тоже большая милость которую нужно соблюдать буквально вчера один аксакал ну сколько ему 50-60 лет кажется в нашей центральной мечети шел на намаз ночной иши и представьте взял омовение шел на намаз уже скоро должен был начинаться фарт и он во дворю присел ему стало плохо и там же он скончался мы все там собрались вызвали скорую первая вторая приехала скорая и все ему откачивали помогали мы почитали сурат ульясин говорили слова калима шахада и за золение он все слышал и скончался с намерениями шел на намаз и вот смотрите одному всевышленному Аллаху известно дойдешь ли мы до следующего рамадана доживем ли мы до следующего таравиха доживем ли мы до следующего айт намаза и так далее поэтому нужно все отток что Ганн Аблавиш привел такие примеры я не знаю какие еще доводы нужны для того чтобы действительно ощутить всю пользу всю максимальную пользу от рамадана нам нужно только извлекать и извлекать эту пользу и все поэтому если мы аль-хамле зазили Аллах дожили до рамадана священного месяца до таравиха нужно только его соблюдать соблюдать еще раз соблюдать других если у нас действительно на это нет причин нам нужно только соблюдать и получать награды делать дуа за своих близких просьба за нашу страну и все примет поэтому не нужно это откладывать ни на следующий год ни на следующий день все даст нам энергии силы и в этом есть только польза опять же для нас самих Машаллах Жанн Аблаевич от вас тоже наши дорогие телезрители миллионы ждут небольших советов на предстоящий священный месяц рамадан я хочу от души поздравить всех наших братьев что скоро святой месяц рамадан дай Бог вам здоровья дай Бог вам энергии и силы и психологической подготовленности и чтобы хорошо и провести месяц рамадан и вместе чтобы мы стояли рядом таралух и благополучие вашей семье благополучие всем кто верит нашу религию особенно хочется каждый год чтобы мы благополучно встречали рамадан спасибо вам большое что уделили свое внимание время пришли к нам сюда в студию поделились своим опытом знаниями своими практикой пусть все все ваши поставленные цели иншаллах сбудутся альхамду ля дорогие друзья мы живем в спокойное мирное время если вы еще не постились если вы еще не читали таралух у вас есть большая возможность начать его вот буквально через несколько дней начнется священный рамадан заработать миллионы салапов и об этих салапов знает только один всевышний создатель и заработать себе иншаллах вечные сады фердауси дорогие телезрители не теряйте ни минуточки ни секунды своего драгоценного времени посвятите его рамадану посвятите его создателю ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату и разместите отслабление лаборатории и вне ürü て а achusetts сейчас да